Это неправда. Ладно, поехали. Смотрим теперь это видео. Может вернёмся ещё к домашнему насилию? Вернёмся. Вернёмся к домашнему насилию. Потом. Капанчина. Искренне приветствую всех зрителей этого видео. И да, сегодня мы вновь будем говорить про нашего любимого российского ночь-попера Александра Панчина и его прекрасную публицистическую и общественную деятельность. Ура. Как вы помните, в прошлом видео про Панчина мы читали его эссе, в котором он выражал свои, так скажем, фундаментальные... Спасибо огромное, гигантское. ...соские взгляды. Для критики того эссе я потратил довольно много времени. То есть то видео было довольно трудоёмким. Но в этом видео мы будем разговаривать о такой работе Панчина, ради которой больше четырёх дней. Ну, поэтому я по большей части против введения любых законов, Владислав. Просто если очень хорошо делать, то надо учитывать кучу факторов. А если делать как получается, ну, тогда лучше просто забить на домашнее насилие в качестве отдельной статьи. И тратить, прямо скажем, противопоказанно. Для начала немножко экспозиции. У ночь-поперов уже очень давно, где-то с десятых годов, в их среде идёт истерия насчёт того, что вот, мол, российскую... О, Господи! Митрополит Иларион Богослов, председатель диссертационного совета по теологии, внёс неоценимый вклад в появление кафедры теологии. Почётный академик врал за то, что, блин, он это сделал. Так он же не пытается сделать вид, что он, естественно, там, научник какой-то. Ауч. То есть, они в 2017 году присудили свою почётную академию врал, то есть, объявили шарлатаном митрополита Илариона, который просто является председателем диссертационного совета по теологии. За то, что он внёс вклад в появление кафедры теологии в российских вузах. Браво! Не, учёные, они не эти, не догматики, ни в коем случае, ребят. Не-не-не-не-не. Это не секта. Не-не-не. Учёные просто так ни на кого бычить не будут же. Науку клерикализирую. Конечно, одна из их любимых тем, это якобы вот теперь у нас в вузах будут преподавать теологию или собираются преподавать, а государство-то у нас светское, и вообще деньги идут на теологию. Не, ну если светское, давайте взорвём церковь что, или как это? А не на нормальную науку. Особого, так сказать, резонанса эта тема достигла в 2017 году, когда первую диссертацию по теологии рассмотрели на заседании Объединённого диссертационного совета, то есть на высшем академическом уровне. Ну, это даже не мини-инквизиция, Владислав, это инквизиция, которая сейчас по всем странам мира распространяется. Но я не только про эту академию врал, про портал Антропогенез. Портал Антропогенез это просто наше российское такое предприятие. Понимаете, это российское предприятие, которое, в общем-то, копирует то, что происходит на Западе. На Западе тоже существует огромная гигантская система, и это называть мини-инквизиция невозможно, потому что эта хуйня больше, чем инквизиция обычная. И организована лучше, чем обычная инквизиция. И единственное, чем они отличаются от инквизиции, ну, они не пытают и не сжигают людей. Но они портят их социальный статус, они их оскорбляют, они их унижают, они их объявляют шарлатанами, они пытаются их цензурировать. То есть они делают все, чтобы социально убить человека, на самом деле, да? Это их основная цель. Социальное убийство, условно. Ну и это мало чем отличается от обычного убийства, если речь идет о функционировании тех или иных мнений или позиций. После того, как эту диссертацию рассмотрели на высшем академическом уровне, и, конечно же, сопротивление со стороны научпоперов стало еще большим. Посыпалась критика и... Сколько стоит обзор статьи в Википедии или другой интернет-ренциклопедии, зависит от того, сколько мы будем ее читать. Около 100 рублей 10 минут прочтения. Ну, вы там условно посмотрите, сколько ее читать. Я, конечно, условно могу и набавить. Соточку там кидаете, там вот не очень большая статья, которую мы можем прочитать и разобрать минут за 10-15. Если хотите 30 минут разбора или 40, 30-40, 30-300 кидайте и так далее. Откровенные издевательства и оскорбления. Вот, видно, все это дело кандидат философских наук Дмитрий Узланер в 2017 году написал статью, в которой привел 10 возможных аргументов в защиту научности и академичности теологии. Я читал эту статью и советую вам, кстати, тоже ее прочитать. Ссылки на нее... Ну, знаки авторские листы здесь не очень распространяются, здесь скорее по скорости. Так. Пишут, что ВК отдельного стрима нет. Что? Есть. Есть. Будут в описании. Аргументы в статье, возможно, не все хорошие. Я бы, может быть, привел еще парочку или парочку убрал. Но в целом статья апеллирует скорее к такому, знаете, здравому научному... Тысяча рублей – это один авторский лист. И это отдельный разбор. ...смысл. В ней используются аргументы от самых разных вещей. Статья довольно хороша, как такая, знаете, апологетика. Он написал и написал. Но наш любимый Александр Панчин в том же году очень оперативно выкатил свою ответочку. И в этой ответочке он весьма агрессивно выступал. Он, кстати говоря, в своем стиле называл... Ммм, советские плакаты. Он называл ее не мир-наукой, а открыто-лже-наукой. Потому что у него... Ну... Как бы вам сказать. В принципе, в принципе, в принципе, в принципе... В университетах на Западе теология является одной из дисциплин, которая может изучаться в университетах. И, наверное, в каждом большом университете есть своя кафедра теологии. Но! Но! В отличие от большинства других дисциплин, там дают не доктора философии, там дают доктора теологии. Это нечто отличное. Принципиально отличное, если вы понимаете. Это совсем другое, так скажем. Как будто бы параллельная система внутри системы. То есть теология, понятное дело, она отличается от большинства исследовательских дисциплин. С другой стороны, она принципиально отличается и от гуманитарных дисциплин, хотя с ними у нее куда больше общего. Как бы это и какие-нибудь исследования текстов, герменевтика, экзегетика, там все вот это перемешивается. Более того, связь с общественными науками имеется, поскольку история, психологические некоторые элементы, скорее всего, ухватываются, социология, скорее всего, тоже применяется. Владимир пишет, да, Роушат, привет. Кроме науки ничего не существует, только лженаука. Но на самом деле он даже выступал в основном не против того, что теология это лжена. Нет, ну, потому что большинство сиентистов, они тотальные догматики, и для них, для большинства не существует ничего, кроме науки. Все, что не наука, лженаука. Ну, есть еще христианские сиентисты, для которых не существует ничего, кроме христианства и науки. А все остальное лженаука, хуйня и хуесофия какая-то. Как-то так. Как-то так. Наука, а скорее против того, чтобы теология котировалась в государственных вузах, и чтобы теология имела место в академическом пространстве. И, конечно же, под это, подо все он так не... Ну, как вам сказать, просто в таком случае у теологии появляется официальный набор норм, по которым они должны доказывать те или иные свои высказывания. То есть, появляется формальная система, в рамках которой можно получать диссертации, в рамках которой можно писать статьи. Эти статьи и диссертации повышают качество теологического дискурса. Почему это плохо, непонятно. Нет, конечно, можно делать это все в рамках любительских кружков, писать свои журналы, писать свои статьи, но качество от этого страдает. Я, в принципе, понимаю, зачем это верующим людям. Это хорошо. Проблема заключается в том, что теология... Ну, теология не наука, да, но это не сайенс, короче. И, по-моему, и за границей никто не считает, что теология это сайенс. В России никто не считает, что это сайенс. Потому что сайенс это буквально естественные науки только. И все, и все, на этом можно закончить как бы. Вот, теология, она на границах с гуманитарными, общественными и прочими дисциплинами. Поэтому, ну, может быть, может позволить, может апеллировать к ним. Ну, насколько история считается наукой, настолько мы можем по-русски говорить, что и теология частично тоже может быть наукой. Ну, чуть меньше. Заметно подводит свою такую вот классическую научпоперскую повесточку. Ну, да, философ, скорее всего, под наукой понимает вообще все, что угодно. Мировоззрение. При этом, конечно же, постоянно маскируя его, возможно, сам того не понимая, под такую строгую научность. Это мы тоже все посмотрим и, так сказать, отрефлексируем. Вы можете сказать, ну, окей, вот было дело и было. Ну, 2017 год уже давно, так скажем, за бортом. Да, есть такое. Проблема в том, что для Панчина эта война все еще идет, она все еще не окончена, и более того, он порет с теологией все на том же, так скажем, пафосе, все. Ну, проблема как раз Панчина заключается в том, что он не эволюционирует от слова совсем. То есть, каждая новая беседа с каждым новым верующим, с каждым новым, там, неверующим в науку, для него не является никаким уроком. Ну, то есть, это формально очень глупый человек, на самом деле. Его заходы, они всегда одинаковые, они всегда простые, они всегда вот просто в лоб. Он почему-то не берет аргументы оппонентов, не начинает на них отвечать, он не начинает о них думать, там, не думать. Как бы обойти этот аргумент, а как бы вот этот обойти, как бы с этим аргументом справиться. Ребята, я сейчас возьму конфеточку, потому что у меня сейчас с горлом проблемы, и вернусь. Подождите, буквально секунд десять, наверное. Вернулся я, вернулся я, вернулся. Шадов тут, Шадов тут, всё. Чё, три секунды? Ладно, шучу. Теми же методами и со всё той же невероятной выпученностью глаз. Например, в 2021 году в своём ЖЖ он выдал маленькую такую заметочку, в которой, значит, он говорит... О боже мой! Деньги идут не на биологию, какой ужас. ...о грантах, которые государство выдало теологии, и приводит список тех тем... Я хочу их деньги! ...на которые, собственно, эти гранты пойдут. Список тем вы видите сейчас на экране. Ну, каза... Ну, я бы хотел 200 миллионов получить эти, например. ...назалось бы, да, ну, звучит как вполне себе серьёзные темы... Давайте 200 миллионов на ортодоксологию, пожалуйста. ...для гуманитарных работ. Но посмотрите, что... Ну, кстати, тема вполне, да, гуманитарная... Ну, да, это вполне гуманитарная тема. Здесь никаких проблем нет. Фундаментальные темы диалога науки и религии вообще отличная штука. На грани с философией, философией науки и религии классная тема. Пишет Панчин. Он просто ужасается, существование этих тем. Он ужасается от одного только упоминания в них Бога, диалогии, святых отцов, священного писания. То есть... Ну, то есть он ещё тему по философии не видел. Ха-ха-ха-ха! Чувак как бы пропустил эпоху развития философии в России. Там почти, наверное, каждая... Каждая вторая, наверное, тема, она... Будет с Богом там, или с Вогом каким-нибудь, с абсолютным духом, или ещё с чем-нибудь. Только эти слова уже вызывают в нём какой-то экзистенциальный, фундаментальный ужас. Он там реально пишет, о-о-о, типа считают бесполезными физиков, химиков, физиков, блядь, биологов. Да никто не считает, вас бабла всё равно больше, чем у всех остальных. Чё за хуйня вообще? О-о-о, мы монополия, мы монополия, но нам денег не хватает. Им отдали больше денег, суки. Мы хотим наши 200 миллионов, блядь! Отдайте 200 миллионов! У нас тут миллиарды, короче, в нас впихивают, в наши ёбаные, естественные, обосранные науки с кучей тупых догматиков. Но нет, блядь, но нет, эти 200 миллионов отдайте нам, пожалуйста, потому что мы хотим. Ну, охуеть просто. Жадные, жадные, тупые учёные. Жас. Который, конечно же, сразу говорит ему о том, что, ну, это не наука, это точно не наука. Ну, не может там быть ни священного писания, ни бога, ничего, ни святых отцов, ничего не может быть. Короче говоря, для Панчина война не окончена, и, видимо, не окончена. А деньги можно выделять только на науку? Ну, допустим, допустим, теология не наука. Следующий вопрос, а чё, деньги на науку только выделяются, или ещё на что-то там надо? Непонятно, непонятно, но... Не получится никогда, потому что объяснить ему ничего нельзя. Нам остаётся лишь попробовать понять смысл его аргументации, понять смысл его подсознательной ненависти к теологии, и, конечно же, немножко поиздеваться над зашоренной... Не, ну, смешно просто, когда и без того монополическая система хочет ещё больше денег. Что за баба-книга, я не знаю. Баба-книга, что это? Бибарант, что ли? Посему заценим ответ Панчина на статью у Зланера. Итак, начнём. Сразу скажу, что в отличие от прошлого... В гуманитарных науках нередко приложения на практике — это определённые, не знаю, как бы переводы статей, текстов, материалов, источников, которых раньше не было. Это какая-то другая работа очень важная. То есть, Хайдеггеры всякие, Шмайдеггеры и прочие авторы, они переводятся не за бесплатно, хотя иногда за бесплатно, но нередко они переводятся как раз по грантам, например. То есть, гуманитарные науки — это единственный, наверное, такой мощный способ культурного обмена между разными странами. Друг друга взаимно все переводят, и читателям, которые не владеют всеми языками, и предоставляют, в общем, прочитать других философов, писателей и так далее, и так далее, и так далее. Культурный обмен, на мой взгляд, это очень важная штука, и я бы ещё даже поспорил, что важнее — обосранные компьютеры развивать дальше или развивать культурный обмен, понимание и разные функции, которые позволяют нам лучше друг с другом взаимодействовать. Конечно, Владислав есть. Ну, в теологии не знаю, но в философии — да. Текст Панчина, который мы разбираем, ну, речь идёт о статье «Наука, надежда, любовь», где наш дорогой научпопер, видимо, искренне хотел донести свои философские взгляды, показать своё мировоззрение. В общем-то, можно его похвалить за ту попытку. Так вот, этот текст — это уже, так скажем, политтехнология. Тут он пытается, очевидно, внушить своему читателю некоторые вещи. Если быть точнее, поставить на читателя те же шоры, что стоят, собственно, на глазах самого Панчина. В чём это выражается? Например, он говорит везде тут от лица некой единственно верной науки. Да, есть такая. Которую вот он понимает, как она работает, и которую, видимо, другие не понимают, и от этого-то все их заблуждения. Ну, я думаю, говорить о том, что единственно верной науки не существует, даже не стоит. Тут он сыплет всякими якобы самоочевидностями, которые поданы так безапелляционно. Панчину, возможно, действительно самоочевидны эти вещи, но всё-таки для нас, тупых верунов, верить в подобное без доказательств, ну, довольно сомнительно. Уровень аргументации крайне низкий. Здесь у нас, во-первых, миллион, что самое главное всегда был. Всегда был крайне низкий уровень аргументации, что, конечно, безусловно, может только опечалить. Ну, то есть, большинство учёных и сиентистов, они очень тупые и непритязательные, потому что иначе бы никакой Панчин никогда не стал бы знаменитым. Никогда бы никакого Панчина, никогда бы, блядь, не уважали, не любили, блядь. Если бы научное сообщество само не было по большей части деградировавшим. Если мы посмотрим, то среди верующих мы найдём очень хороших, мощных, интересных интеллектуалов, которые, в принципе, могут похвастаться широкими знаниями, способностью вести философский спор на разные темы. Когда мы смотрим на научных кумиров, мы видим каких-то обосранных дегенератов-гиков с очками, блядь, вот такими, там миллиард вот этих вот, миллиард километров толщины зеркала у них, и они такие, блядь, там Толкин, Хуёлкин, и всё, блядь, и своя наука, больше ничего не знают. Они даже в науке-то в целом хуёво разбираются, потому что плохо проходили предмет философия науки. В конечном итоге, научное сообщество, это огромное деградировавшее сообщество, в котором подавляющее большинство людей, ну, просто дегенераты, к сожалению. А есть ещё большие дегенераты, которые им поклоняются, безапелляционно, к сожалению. Это печально. Возможно, и Гловл. Владислав Корос пишет, хуй поп поспорит о физике. А вы знаете, чем поп умнее Панчина? Поп не спорит, блядь, о физике с ним. Понимаете, в чём дело, Владислав? Понимаете, в чём дело? Поп достаточно, блядь, умный, чтобы, блядь, не лезть в ёбаную физику. Всё. Вот в этом смысле любой поп ебёт в рот Панчина. Вообще, без остановок. Огоны неверных сравнений, аналогий. Ну, примерно, как в прошлом тексте, только в два раза хуже и в четыре раза менее остроумно. Ну и, конечно же, наши любимые пугалки. Я даже специально посчитал, тут 14 раз упомянута гомеопатия и четыре раза астрология. Ну, как бы, в тексте о лженаучности чего-то это явно выполняет роль такого пугала. Говоря про соотношение аргументов Панчина с аргументами узланера, сразу же возникает вопрос. Как он ответил на 10 аргументов узланера в пяти пунктах? В пяти контраргументах. Здесь, здесь, здесь. Аргументация? А где она? Три, четыре, пять. А выросли? 10. 10 бутылок лодки. Куда делать еще пять? Да, своим текстом Панчин наглядно иллюстрирует то, что у нас в теории коммуникации называются шумами дешифровки. То есть, он неправильно понял аргументы узланера и начал спорить со своим неверным пониманием, с упрощениями, вульгаризациями или какими-то невероятно странными вещами, которые он сам себе и выдумал, исходя из того, как он представляет. Ну так при этом всем умные ученые по какой-то причине дают возможность обосранным Панчинам говорить от своего лица, устраивать инквизиции, поддерживают их нередко в всяких вот этих вот Панчинах, создавать всякие организации, которые позорят людей. Более того, эти же умные ученые нередко участвуют в этих организациях, принимают место там в судействе. Во всей этой клоунаде с враалом, там, не знаю, антропогенез.ру и прочая обосранная хуйня для дегенератов. Там нормальные ученые нередко появляются, что вы хотите? Религию, собственно говоря. Идеологию. Вот, вы видите, я составил эту схему, это, наверное, самая трудоемкая часть видео. Вот, здесь я показал, как аргументы у зланера соответствуют тому, что обозначил Панчин как аргументы у зланера во втором столбце. Красными стрелками показаны неверные логические ходы, которые он сделал для того, чтобы свести вот те 10 аргументов к своим пяти. И зеленым показаны те, где он хотя бы что-то понял. Кстати, неплохие аргументы там. Как видите... Ну, нет, вообще материализм не более научный, чем идеализм. Это хуйня, конечно, полная. Зависит от определения научности, но если мы по научному методу будем судить, это бред, безусловно. Тут все очень страшно. И третий столбец, это, собственно, как он с ними спорил. Краткая выдержка, так скажем, его контраргументов. Ну, в принципе, уже на этом моменте... Миллиард лет стримлю. Ну, Фейман, по-моему, тоже был дегенерат, который хуйни много говорил. Понятно, что спорить с Панчинскими аргументами, как с контраргументами к узланеру... К ученой-шарлатаны, Владислав, что вы хотите? Это совершенно бессмысленно. Потому что Панчин сам придумал аргументы чужие и сам же их оспорил. На Твиче нормально уже. Сколько? Год, наверное, на Твиче. Но, к счастью, у него не получилось даже... У меня вся публика на Ютубе, если что. Так что, как говорится, контенту быть. Ну, поехали. Теология, гуманитарная наука. Физикам лириков не понять. Так, гуманитарная или нет? Если гуманитарные науки не должны быть в списке академических дисциплин, тогда давайте убирать целые гуманитарные университеты и академии. Просто разрушать их в таком случае, лишать их финансирования полностью. Ну, или не разрушать сами институты и академии, как здания. Просто переселять туда физиков. Блять, разделение на физиков и лириков смешно. Эти знания не только описывают наблюдаемые природные или общественные явления, но и позволяют понять причины следственной связи и делать прогнозы. Получается, в самых разных дисциплинах возможны как наука, так и её имитация. Я легко приведу примеры исследований, выполненных на высоком... О, есть, то есть гуманитарные науки, которые, типа, нормальные. Окей. ...научном уровне в рамках социологии, психологии, лингвистики, филологии, религиоведения и истории. Никто в здравом уме не назовёт лженаучной какую-либо из перечисленных областей... Ну, они просто не научные. Ну, я не в здравом уме, конечно, но я ни одну из этих дисциплин не считаю научными. ...леком. Богословие — другое дело. По-хорошему, термин «лженаука» вообще надо променять только к отдельным работам, а не к дисциплинам. Но что делать, когда некоторая область целиком и полностью бесплодна, как гомеопатия или теология? Не стоит ли называть вещи своими именами? Теология — такая же гуманитарная наука, как гомеопатия. Естественная. А ведь ещё со времён Аристотеля люди спорят о том, что же такое наука. Что можно включить в научное поле? Есть такое. Я, например, придерживаюсь методологического объяснения. Ну, и для меня науками оказываются только естественные науки. Никакие не технические, не точные, никакие там гуманитарные. Это всё не науки, это что-то другое. Ну, математика, например, это не точная наука, потому что она ничего не изучает, по сути. Это, ну, допустим, разновидность описательного языка или ещё что-нибудь похожее. То есть это как раз проективная вещь. Мы её проектируем, мы её создаём прежде всего. Она не существует в реальности, она создаётся вот тут вот. Соответственно, гуманитарные науки, по большей части, не используют методы естественных наук. То есть канонические гуманитарные науки – это такие науки, как культурология, религиоведение, искусствоведение, филология. Один из основных методов исследования таких гуманитарных наук – это, в сущности, герменевтика. То есть определённая традиция трактовки и понимания, прежде всего, текстов, ну и всего, что сверху с этим может быть. Соответственно, есть общественные науки. Общественные науки не имеют конкретного точного метода, но они тоже не науки, они науки в кавычках тоже, соответственно. И там встречаются довольно интересные, выдающиеся дисциплины, у каждой из которых довольно интересные свои заходы. История, например, тоже своеобразным образом работает с текстами, не всегда при этом используя герменевтику. Почти никогда даже, наверное, герменевтику не используя, потому что если бы историки использовали герменевтику как культурологи или религиоведы, история могла получиться бы куда более богатой, чем мы сейчас видим. То есть было бы ещё больше выдумок каких-то, было бы больше интерпретаций. Слишком это всё было бы пышно, разнообразно и непонятно. Оно и так пышно, разнообразно и непонятно, уже исходя из тех источников, которые мы имеем. Поэтому порой достаточно просто приводить наиболее точные цитирования и не уходить в какие-то интерпретации. Так вот, есть социальные науки по типу юриспрутенции какие-нибудь. Там вообще свой метод. Там мы вообще ничего в мире не изучаем. Мы изучаем законы, которые не существуют в мире. Мы люди и сами создаём. И взаимодействие этих законов тоже изучается. Ещё что-то там, скорее всего, изучается. То есть совершенно другие методы исследования, совершенно другой объект исследования, не существующий в мире, созданный человеком. Ну и в принципе вот. И нужна юриспруденция прежде всего для того, чтобы на практике её употреблять. То есть это очень практическая дисциплина. Технические науки, они тоже не науки, потому что там мы не занимаемся исследованием чего-то. Мы занимаемся, опять же, проектированием, созданием чего-то полезного, практичного, эффективного. И главный критерий в практике это не истина, это эффективность. Работоспособность. Что-то работает, мы молодцы, мы сделали. Что-то работает ещё лучше, то есть эффективнее. Ну мы супер молодцы, мы классные и так далее, так далее, так далее. Это не наука, потому что в подлинном смысле, в технических науках, если они чистые технические науки, там не может быть теории. Настоящей, чистой, голой, такой обнажённой, прекрасной, замечательной теории. Как-то так. Ну это чисто методологический подход к определению науки. Могут быть другие. Можно понимать под наукой то, что находится в университетах, например. Тогда теология наука. Где пролегают её пределы, к чему служит наука и какое именно знание она даёт. Определений науки, например, мы можем найти бесчисленное множество. Причём определения совершенно разного характера. Но у научпопера Панчина, как всегда, всё понятно и самоочевидно. Причём понятно настолько, что он говорит... Причём я скорее сторонник трактовки, согласно которой никакой науки нет. Но если и пытаться каким-то образом науку фиксировать, то только методологически. Все остальные подходы меня не устраивают. Даже не просто о том, что такое наука, а даже обозначать её точную цель, знание о которой, видимо, было однажды неспослано ему свыше. Вот, например, для многих верующих учёных наука – это способ познания Бога. Таким же образом науку... Одна из основных проблем, по которой мы вообще об этом спорим, это тотальная, колоссальная, гигантская проблема русского языка, в которой слово Science и слово Studies и слово Arts сливается в одно слово «наука». Приветствую, Сурил Дью. Как-то все споры заключаются именно в том, что мы русские по дефолту переводим там традиционные науки. Причём, я не знаю, Рене Генон, он, может быть, он на французском, да, скорее всего, писал, вряд ли на немецком, вряд ли он там писал Wissenschaft, наверное, там эпистема какая-нибудь там была, я не знаю. Что-то тоже, наверное, обобщающее. Вот в английском языке всё устроено довольно удобно. Но проблема с английским языком будет в том и заключаться, что вот у нас есть какие-нибудь там культурологические искусства, Arts, но мы переводим их как культурологические науки. У нас есть, например, социальные «старис», например. В английском языке слово «science» также используется не только по отношению к естественным наукам. Да, но там хотя бы определение это тоньше даётся. Мы можем уже разделить «старис», «arts» и, в общем, «science». Это уже неплохо. Это уже потоньше. И вот в определение «science» ну никак не входят традиционные науки Рене Генона. Вот вообще никак. А в русском языке, когда мы, в принципе, почти всё науками называем, да, тут и Рене Генон, и там Хуен Генон, и Ренон, и Зенон, короче, все вместе объединились в большого трансформера и могут как угодно слово «наука» использовать. Понимали и в традиционном обществе. В новое время кто-то говорил, что наука служит мировому равенству, кто-то – достижению величия определённой расы. Но все эти люди, и те, и другие, и третьи, так вот, все они неправы, потому что прав Александр Панчин, для которого, повторюсь, представление о науке – это нечто самоочевидное. Вот не самоочевидное, конечно. Ну и в целом аргументация по этому пункту в лучших традициях критического мышления. Ну, мне тоже больше нравятся слова типа «дисциплина», «учение», «теория», «практика». Так больше понятно, о чём речь идёт. Когда мы говорим слишком абстрактное слово «наука» или слишком абстрактное слово «философия», непонятно, о чём идёт речь. Мы можем очень легко взять и запутаться, и запутать наших собеседников, и сами себя ещё запутать в наших рассуждениях. Слишком широкое и переменное множество – это самая наука непонятная. Ну, Джон Дуэй – это какая-то метафора, наверное. «Мне» состоит полностью из самоочевидностей, типа того, что теология – такая же гуманитарная наука, как гомеопатия естественная. Ну что ж, не будем спорить. Если для Панчина это очевидно, то для нас нет. Переходим к следующему аргументу. Комиссия по борьбе с лженаукой объявила гомеопатию лженаукой. Существует ли стопроцентное доказательство того, что гомеопатия никогда и ни при каких условиях не работает? Увы, у нас не было божественного откровения, чтобы такое утверждать. Речь идёт о простом факте. Заявление гомеопатов о том, что их сахарные ш... Ну, кстати, теория эволюции не доказана полностью. Она не может быть доказана, потому что это теория. Всё просто довольно-таки. Она постоянно фальсифицируется. Ну это уже... Ну да ладно. Вообще всё, что считается наукой и проходит через критерии определённой демаркации, ну прежде всего через фальсифицируемость, это всё не доказано. Всё, что фальсифицируется, всё, что может быть фальсифицируемо, то есть научно. То, что фальсифицируемо, то научно, то автоматически не доказано. Потому что нам нет смысла что-то фальсифицировать, если мы что-то точно знаем и что-то точно доказано. Понимаете, в чём дело? То есть любое научное утверждение, если оно подлинно научно, оно является недоказанным. Да и окончательно. Всегда имеется возможность как-то выйти за пределы существующего опыта и обнаружить, что наша теория неверна. Ещё одна большая проблема, когда люди путают науку с наблюдаемыми явлениями, ну так называемыми фактами, феноменами, вот неважно, да? Люди берут и путают вот это вот одно с другим. Почему-то они в науку помещают весь человеческий опыт, который был произведён разными людьми разных мировоззрений, не только научного, и пользующихся не только научным методом. И говорят, что это тоже наука, но на мой взгляд это принципиально неправильно. Ну вот, как-то так. Шарики лечат, не имеют под собой оснований. Если кто-то утверждает обратное, то он врёт или заблуждается. Научное исследование... А при чём есть гомеопатия? Джон Дой, оно может быть истинным, но не научным. Да, действительно, есть такое. Не может начинаться с тезиса, что гомеопатия работает. Положение бога ещё хуже, чем гомеопатии. В пользу его существования нет даже плохих работ. Не говоря о том, что никто только не может сформулировать, чем мир, в котором есть бог, отличается от мира, где его нет. Ну, мир, в котором есть бог, скорее всего, в нём законы природы могут спонтанно, ну, то есть по воле бога, для нас спонтанно, с виду, да, а для воли бога не спонтанно, могут меняться. Соответственно, все научные данные, которые мы имеем, могут оказаться чепухой, например. Научное исследование не может начинаться с тезиса, что творец существует. Ну, или, например, да, Джон Дой правильно говорит. Оно отличается тем, что в нём есть бог. Ха-ха-ха-ха. В том числе. Кстати, да. Пока не появится научная доказательность существования бога, заявления о его деяниях должны помещаться в одну кучу с неподтвердёнными заявлениями экстрасенсов, астрологов, гадалок и гомеопатов. Ну, единственное, что нужно сделать для того, чтобы бог был научен, надо проявлять всякие порывы к фальсифицируемости. Ну, например, если бога нет, то, например, я не знаю, что-то не произойдёт, например, да, если мы проведём такой-то эксперимент. А если бог есть, то, ну, если бог есть или что-то ещё там, какое-то что-то есть, да, похожее на бога, то, наверное, произойдёт что-то другое. Давайте проверять, хоть эксперимент ставить, опровергающий. Тогда будет вполне научная теория. Если вы хотите бога превратить в научную теорию, можно попробовать. Ну, просто весь опыт будут христиане трактовать так, как будто бы бог есть. Если кто-то хочет изучать не бога, а религию, то существуют области, не требующие от человека веры. Светское религиоведение, история, антропология. Если вы не поняли ничего или поняли очень мало из первой половины второго аргумента Панчина, то я вас прекрасно понимаю. Я сам понял не слишком много... Ну, Панчин дурак. Просто сорян. Но, судя по всему, здесь Панчин пытался криво, косо объяснить что-то вроде того, что бремя доказательства лежит на утверждающем. Кстати говоря, правило прекрасное, и оно действительно отлично работает. Не, правило хуёвое на самом деле, но если человек так считает, тогда поехали. Ты сделал утверждение, согласно которому бога не существует, и его не может существовать в рамках науки. То есть научно бога нельзя доказать. Докажи, что бога нельзя доказать. Твое утверждение доказывай. В отношении тех, кто, например, будет рассказывать вам, что гомеопатия работает, и предлагать предъявить доказательства обратного. Но только это прекрасное правило работает для конкретных научных дискуссий, а не для фундаментальных установок науки. Например, фундаментальной предпосылкой нейробиологии является изменение в ментальных состояниях субъекта невозможно... Биология, как и все современные естественные науки, опирается на материалистическую картину мира. Лол. Можно без изменений в состояниях его мозга. Считается, что на данный момент эта фундаментальная предпосылка еще... Но, кстати, интересно, Иглобл. Ты сделал утверждение, что время доказательства лежит на утверждающем. Доказывай это! Не докажешь, не так тогда будет. Да, действительно. Пла, опровергнута в итоге реальных исследований. Но посмотрим на саму предпосылку. А где доказательства? А как же время доказательства лежит на утверждающем? Но является ли нейробиология, исходя из этого, псевдонаукой? И это мы даже не говорим, например, о психологии, которая изучает психику, существование которой не очевидно даже для многих ученых. Под конец он там еще говорит про религиоведение. Вот он говорит про светское религиоведение. Но ведь, например, существует и религиоведение, которое изучает религиозные культы, изначально постулируя существование сверхъестественного. Ну, например, религиоведческая школа Мерчи Элиады. Лично у меня есть друг, который обучается по направлению религиоведения. Но проблема может заключаться в том, что может быть научное религиоведение и ненаучное религиоведение. Ну, или, например, может быть научная психология, ненаучная психология. Там уже будем в контексте конкретных исследований и программ смотреть. Но это уже ладно. В стенах СПБГУ и там им предлагают в том числе изучать религии с точки зрения реального существования сверхъестественного. Является ли это чем-то вопиющим, из ряда вон выходящим? Скорее всего, нет. Все-все, молчание? Нет? Как говорится, британские ученые доказали, операция к традиции и авторитету некорректна в рамках научной дискуссии. Сам тип научной дискуссии является следствием традиции и авторитета. В рамках научной дискуссии имеет смысл обращать внимание только на слова авторитетных людей. Какой-нибудь Васька без какой-либо степени не может прийти и что-то вам там сказать. Сам тип философского исследования вполне традиционен и восходит к 500-летней традиции. Я не знаю. Наука настолько традиционна, что форма образования всяких там всех предметов, лекционная и семинарская, она сохраняется еще со времен Средневековья. Что еще? Что еще там в голову мне придет? Ну окей, ну оставим это. А! А! Традиции и авторитет во многом влияют на то, какие теории будут в итоге отобраны. Вот из двух, трех, четырех, пяти равных теорий будет отобрана та теория, которая лучше соответствует современной научной традиции, с одной стороны, а с другой стороны будет отобрана та теория, которой придерживаются наиболее авторитетные ученые. Из многих равных теорий отбор будет вестись приблизительно так. То есть наука не захочет, например, брать и перепрыгивать на совершенно противоположный тип теории, если у нее есть схожий тип теории, согласно традиции. Но вот, например, теория Эйнштейна, она дополняла теорию Ньютона в некотором роде. Хотя и отрицала основное ее положение. Но таким образом отрицала, что и учитывала все ее достижения. Таким образом оказалось, что теория Ньютона и теория Эйнштейна, они часть одной традиции, развивающейся в итоге. Если бы этого не было, ну в принципе все такие, а, ну все, Ньютон не прав, может быть там какая-нибудь хуйня происходит, может быть мир симуляция, перегилий, в общем, Меркурия, но он просто так наклонился, потому что мог, никаких сил, законов может быть нет, все симуляция, короче. Ну к этому типу теории не пришли. Пришли к другим типам теорий. Ну и здесь теология проигрывает гомеопатии. Последнюю изучают в гораздо большем количестве мест. Может быть не так давно, но больше, чем многие признанные науки вроде генетики. Но вы можете себе представить, чтобы историк, лингвист, генетик, ботаник или религиовед, обосновывая право своей дисциплины на существование, вместо приведения примеров исследований коллег, говорил, ну у нас же кафедра есть в Кембридже. Так я кучу раз такое слышал. Я неоднократно просил теологов показать мне научные открытия в области богословия, но безрезультатно. А науки судят не только по медалям и орденам, не по формальным признакам и указам чиновников, а по тому, насколько те или иные идеи обоснованы. Так ты читал Апологии, различные бога, или не читал? Ну да ладно. Запомните реплику про авторитет, далее с ней будет связана небольшая шутка. Итак, Панчин говорит про гомеопатию, последнюю изучают в гораздо большем количестве мест. Ну что ж, это звучит смехотворно. Просто посмотрите на рынок предложения. Да и вспомните опять же историю, с каких времен теология стала неотъемлемой частью академического мира. С самого начала. Говоря об открытиях в области теологии, которые Панчину якобы никто не может показать. Я бы, конечно, мог привести пару примеров открытий из области, например, библейской археологии. Ну, скорее всего, они есть, потому что это, опять же, изучение текстов, изучение Библии, изучение разных материалов, религиозная философия, там сверху тоже будет включена частично. Вот. Комеопатия — это когда вы боитесь гомиков. Ладно, прошу прощения. Или библеистики, которые традиционно изучаются на кафедрах теологии. Однако Панчин, скорее всего, скажет, что мы говорим здесь об археологии, лингвистике. Ну, короче говоря, о нормальных науках, которые каким-то чудом попали в эту в целом мракобесную дисциплину. Однако, хочется поинтересоваться, а, например, мог бы Панчин назвать хотя бы одно открытие, как он сам это понимает, из, например, области культурологии? Ведь в очень многих науках невозможны такие вот простые и понятные эмпирические находки, как, например, физики, химии или биологии. Не, ну тут просто, если так подумать, если так подумать, теология, теология, она вместе с философией может, в принципе, исследовать бытие или небытие Бога, ну, скорее, бытие, да, с точки зрения теологии. И всевозможная методология, которая применяется в теологии, она может быть даже взята у философов. Ну, тут такое, пока, понимаете, пока у нас существует культурология, там, социология, психология, по большей части, да, пока у нас существуют все возможные гуманитарные дисциплины вместе взятые, включая искусствоведение, этот аргумент Панчина, в принципе, означает, что мы можем взять и нахуй послать все гуманитарное крыло практически. Потому что достижений там, скорее всего, не очень много будет. Ну, психология еще ладно, но некоторые отрасли психологии просто в холостую работают. Соответственно, многие области социологии в холостую работают, соответственно. Огромное количество науки с точки зрения таких вот достижений работает просто в холостую. Просто берем и отсекаем, видимо, крылья научные сразу же все и оставляем только биологию. Если Панчин имеет в виду новые концепции, которые были высказаны за последние несколько лет, то из недавнего я бы мог посоветовать вам небольшую статью католического священника Коллинса «Вера в воскресение. Значение и обещание воскресшего Иисуса». В этой статье он суммирует несколько очень интересных работ, выпущенных где-то с начала нулевых годов, в которых разные авторы с разных точек зрения по-новому рассматривают веру в воскресение Иисуса Христа. Например, Энтони Келли в своей статье «Эффект воскресения. Преображение христианской жизни и мысли» в результате довольно обширного культурологического и религиоведческого исследования приходит к выводу, что вера в воскресение одного человека, Иисуса Христа, не была свойственна ни одной из религиозных доктрин, предшествовавших к христианству. Ну, если это хорошее исследование. Если он не очередной христианский пиздобол, который решил просто подвести все факты под христианство, его уникальность, его замечательность, если это действительно так, это нормально. Ну, просто чтобы это узнать, надо очень внимательно прочитать и работу, и какие-то околопохожие издания. Более того, Иисус Христос не человек, как бы, он бог. Он и человек, и бог в равной степени. А боги раньше воскресали, типа там, кого? Гор, Осирис, кто воскресал там еще? Куча богов, короче, воскресала за всю историю человечества до Иисуса. Или, например, Ричард Суинберн в своей статье «Воскресение бога воплощенного» анализирует воскресение с точки зрения математической логики. Охуевно, блядь. То есть еще какой-то шиз, да? Вот, я помню, Васил говорил про Суинберна, короче, ну, понятно. Все понятно, это просто христианский аналитический шиз. Такие тоже бывают. Ну, круто. Я его философом уже заранее не считаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Я даже читать его не буду. Прошу прощения. Если мы говорим о новых концепциях, то вот, пожалуйста. Если мы говорим об эмпирических открытиях, то, кажется, не во всех науках о них вообще уместно говорить. Есть такое. Привет, Маркус. Хотя, опять же, у нас есть библистика и библейская археология, так что совершенно непонятно, почему Панчин ни разу не задумывался об этих вещах. Разнообразие взглядов это прекрасно. Кто-то хочет верить в Бога, кто-то в летающего макаронного монстра, а кто-то в гомеопатию и астрологию. Так и верьте на здоровье, только в науку не лезьте. Не пытайтесь прикрываться ее честно заслуженным авторитетом до того... Я бы не сказал, что науке честно заслуженный авторитет. То есть христиане ебнули огромное количество философских школ, всех оппонентов науки, то есть буквально там убили, раздробили, закрыли, уничтожили. Потом христианство воспитало в себе эту обосранную, тупую науку, которая и монополизировала интеллектуальный рынок в итоге. Соответственно, вот это называется честно заслуженный авторитет. По-моему, не очень выглядит как честно заслуженный авторитет, честно говоря. Выглядит как кусок говна на самом деле полный. На мой взгляд, более честно заслуженный авторитет был у платоников. По большей части, потому что они реально что-то вот... Ну не особо убивали людей как бы до этого. И для того, чтобы платоники как философы начали доминировать в античном мире, им не пришлось в общем задращивать всех вокруг до смерти. Как-то так. А для того, чтобы наука возникла и стала популярной, христиане, которые, кстати, были первыми учеными, ну они задрачили огромное количество людей, оппонентов. И, соответственно, вот Панчин продолжает эту традицию. Правда, вот он не христианин, ну да ладно. Зато инквизицию любит. Чё ему? Чтобы вешать людям лапшу на уши. Наука строится не на вере и мнениях, а на знаниях и фактах. Да, только факты и знания, в кавычках знания, трактуются согласно доминирующим теориям. Теория даёт язык и способности воспринимать те или иные объекты. Но воспринимать в том плане, что обсуждать те или иные объекты и понимать те или иные объекты. То есть досконально, если уж там будем проводить разницу между верой и знанием, это деление, которое было введено христианами, не является фундаментальным. Оно довольно глупое. Платоники критиковали оппонентов, как и Панчин. В смысле, что не так? Ну, платоники, в отличие от современных учёных, они начали с самого начала. То есть Платон начал собирать школу с нихуя. И потом из этого нихуя у него получилось большое, потрясающее учение, в рамках которого обитали сотни людей, которые занимались тем, чем занимались. Параллельно с платонизмом существовали альтернативные школы, школа скептиков, школа стойков, школа кинников, школа эпикурейцев. Как-то так. Как-то так. То есть существовал определенный плюрализм такой вот, в котором велось более-менее какое-то соревнование. Трудно сказать, что абсолютно честное, но в любом случае это куда честнее, чем ебнуть своих оппонентов, потом создать ебаную науку и потом сказать, что наука она заслуженным авторитетом все это заслужила. По-моему, как-то так. По-моему, как-то так. Науки объективны и проверены, я бы это не сказал, потому что объективны и проверены это по большей части не есть наука. Наука как раз то, что фальсифицируемо. Фальсифицируемо. Нет, плюрализм не является заслугой платоников, но платоники плюрализм не уничтожили. В отличие от христиан, которые в итоге создали науку и наука появилась в системе, в которой плюрализма как такового было значительно меньше, чем античности. Как-то так, Джун Дой. Я, по-моему, несколько раз достаточно ясно выразился, так что давайте без быконства. Так вот, науки объективные и проверенные. То, что в науке называется объективным и проверенным, это в сущности не наука, это просто наблюдение, это эксперименты, которые отдельно от науки не научные. И без научных объяснений тоже не научные. И так далее, так далее, так далее. Да не, могли Джун Дой, их было значительно больше платоников в итоге, могли бы и задушить всех, но не душили, будучи монополией на самом деле. А вот ученые сейчас душат всех подряд, кого хотят. Так вот, научно то, что фальсифицируемо. Фальсифицируемо может быть только теория. Теория является теорией, потому что она базируется не на знании, ни на каком, она базируется на фактах, конечно, но она не является знанием, она не является истиной. Теория по определению не является истиной, потому что она всегда фальсифицируема. Не, Никит, ты дурак. Поехали дальше. Как говорил Иисус, кесарю кесарева, а Божие Богу. Науки объективные и проверенные. Мдаааа, сильные. Риторика. И надо сказать, очень наглое заявление. Кстати, вы помните, буквально в прошлом аргументе, но это ничего, это так работает критическое мышление. Понимать надо. А вот насчет того, что, мол, наука не состоит из мнений, ну, господа, здесь можно поспорить. Чем бы вообще была наука, если бы она не состояла на 80-90% изменений. Откуда бы брались гипотезы, теории, кто бы пересматривал. Проблема в том, что гипотеза и теория это и есть, собственно, наука. Старые условия. Ну, Никит, вам все сказали. Вам что Марку, что АХБХ, все рассказали только что. Говоря, факты и, в кавычках, знания. Так, Джон Дойя платоники, ну, то есть, неоплатоники, это буквально была гигантская группировка и даже несколько группировок, которые базировали свое учение, ну, вот, не только на платонизме чистом, но и на уже нам, на плотине и прочих других ребят. Так вот, соответственно, так вот, соответственно, получается то, что эти ребята были почти во всех городах, во многих больших городах, по крайней мере, в разных городах были разные школы с именными материалами, библиотеками, то есть, ну, они давили и могли давить, но они не до конца всех задушили, хотя, наверное, могли бы это сделать. Всех учеников могли бы к себе переманивать, вести более активную пропаганду неоплатонизма могли бы, понимаете, могли бы усилить распространение дальше, 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 дальше. Без мнений наука была бы просто обычной тоталитарной догматической сектой. Так, наука и есть тоталитарная догматическая секта? Ну да, ладно. Но постойте-ка. Такая же, как гомеопатия, прививка от уринотерапии. Ни разу не видел ссылки на какое-то исследование, подтверждающее этот тезис. Неужели и здесь защитники теологии выдают желаемые задействовать? Проблема в том, что если появится официальная дисциплина теологии, то эта официальная дисциплина будет вынуждена развиваться и соответственно уровень религиозного дискурса теологического будет расти. Ну и соответственно тогда вот Панчин хочет доказательств Бога, может быть на этих кафедрах постепенно эти доказательства, аргументы и прочие позиции будут сформулированы. То есть смотрите Панчин хочет лишить своих оппонентов более-менее более-менее какой-то прочной точной и четкой платформы в рамках которой все будет проходить по строгим правилам. Хотя потом Панчин же будет требовать от этих верующих чтобы они доказывали ему что-то так как это в науке принято. То есть одна из основных проблем Панчина то что здесь у него наблюдается противоречие то есть он своим оппонентам вообще прав никаких не дает. Вот просто вот как бы да то есть вы должны лучше доказывать свои утверждения говорит Панчин вы должны выступать более научно кафедры теологии создаются нет мы не даем вам возможности создать кафедры теологии не должно быть кафедры теологии закройте кафедры теологии не выделяйте деньги на кафедры теологии но проблема заключается в том что это все взаимосвязано если бы мы ученым не давали кучу денег ученые бы нихуя не делали соответственно привет астра ученые бы ничего не смогли бы сделать вообще просто ничего то есть как бы они своим методом не пользовались что бы они не делали без средств добиться каких-либо достижений просто невозможно в принципе то есть понимаете в этом и заключается проблема что наука наука существует сейчас на правах тотальной монополии которой выделяются колоссальные средства как человеческие так и денежные так и технические просто тотальные средства вливаются в науку мы не имеем никакого понятия о том смогла бы какая-нибудь другая система пусть даже религиозная или нерелигиозная воспользоваться такими же средствами в таком же объеме и обогнать науку или сравняться с ней например ну или немножко так подогнать и стать сравнимой с наукой мы не знаем мы не даем никому таких средств больше мы в науку впендюриваем кучу 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 всего а все остальное что существует мы это просто игнорируем там в общем существуют какие-нибудь отдельные люди отдельные персонали какие-то там отдельные феноменологи отдельные какие-то хайдегерианцы нитшианцы там не знаю все они существуют в каком-то таком вот нищем вакууме по большей части им не дается почти ничего им не создают ракет им не создают самых мощных телескопов им не создают самых мощных микроскопов и более того они от этих микроскопов телескопов и прочей хуйни которые умеются у науки они отгорожены очень большой стеной их просто там не пускают во всякие коллайдеры шмолайдеры и никуда короче их по большей части не пускают чтобы туда попасть им нужно получить соответственно научное образование и мы получается сейчас находимся в таком мире в котором панчин требует от кого-то доказательств и при этом лишает людей любой финансовой формальной и содержательной базы для того чтобы эти доказательства достать круто это похоже на действие религии на самом деле ну то есть вполне так себе монополистично и вполне так себе христиане и действовали в средние века они просто брали ну ёбали иеретиков это почти то же самое лишить сейчас человека финансирования на данном этапе развития общества обозвать его шарлатаном и уничтожить его социально это то же самое что убить его раньше ну практически ну не он будет жить но он будет работать там уборщиком каким-нибудь там я не знаю или еще кем-нибудь но это тоже своеобразного рода такая смерть социальная действительно имеющиеся скудные данные социологических исследований приведенных в России свидетельствует на этот аргумент Джон Дой я уже давно ответил что в науке настоящей науке которая фальсифицируемая наука доказательств быть не может окончательных то есть главным демаркационным критерием науки который отличает науку от ненауки является фальсифицируемость да ну допустим если фальсифицируемость это главный демаркатор а фальсифицируемость применяется только к теориям то теории никогда не бывают доказанными потому что они всегда остаются фальсифицируемыми то что является фальсифицируемым не может быть доказано окончательно понимаете в чем дело Джон Дой это просто вот заложено в понятие фальсифицируемости соответственно Панчин просит у религиозных людей доказать бога в то время как наука не может и не имеет права доказать ни одной из своих теорий, что крайне парадоксально. Насколько я помню, Панчин к фальсифицируемости хорошо относится. Кстати, это отличает Панчина от Лидина, например. Лидин не понимает, что такое фальсифицируемость принципиально, потому что он вообще тупой. А Панчин, он в принципе к фальсифицируемости хорошо относится, но он, видимо, не до конца понимает, что такое фальсифицируемость. Что такое опровергаемость теории. И почему фальсифицируемость является как раз одним из главных демаркаторов. Пальчин игнорирует большую часть философии науки, которую он вроде бы иногда воспроизводит. То есть согласно его позиции фальсифицируемость это классно. Но при этом по какому-то хую оказывается, что наука она вся доказана. Хотя если наука это то, что можно фальсифицировать, автоматически получается, что все теории, которые фальсифицируются, они не могут быть полностью доказаны. То есть все теории науки в абсолютном смысле являются недоказанными. И это как бы принято, если мы принимаем фальсифицируемость как метод. Ну, типа так. Грустно. Людей, существование которого не доказано. С точки зрения аргументации разницы нет. Вот они и дружат в умах людей. Теология не торжественна религии, но в их основе одно и то же необоснованное предположение. Так, в основании науки находится огромное количество необоснованных предположений. Я их, думаю, сейчас перечислю, поскольку следующее видео у нас заказано только одно всего лишь. Я имею полное право взять и перечислить сейчас те догмы, на которых базируется наука. А что бы и нет? А что бы и нет? Для этого я опять возьму свою замечательную статью. Наука базируется на естественной замечательной установке, эмпиризме, рационализме, верификации и фальсифицируемости. Все эти штуки невозможно доказать. Ну, то, что их необходимо использовать. В принципе, и фальсифицируемость берется как недоказанное некое свойство. Фальсифицируемость, говорят, нельзя фальсифицировать, проще говоря. И доказать ее тоже нельзя, что она необходима. С верификацией та же проблема, просто так спонтанно ее взяли. Эмпиризм, рационализм это тоже элементы тех философских учений, которые не были доказаны окончательно. Все это, соответственно, берется из философии спонтанно. Еще плюс естественная установка. В естественную установку входит несколько догм, ряд из которых я перечислю. Первое из них это то, что мир является естественным и только естественным. То есть сверхъестественного мира автоматически либо нет, либо он не способен влиять на мир естественный. Потому что иначе, если что-то сверхъестественное может влиять на естественный мир, тогда невозможно исследовать этот естественный мир. Бритва Окама. Следующая догма, входящая в естественную установку. Не умножай сущности, соответственно. Еще одна догма. Мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях. В любом месте и в любое время. Естественный значит по сю сторонней, по эту сторону. А есть по ту сторонней, с другой стороны где-то. Ну или что-то... ...выше и ниже физического. То есть, смотрите. Наука верит, что есть только физика. Ничего за физикой нет. Выше физики ничего нет, в общем, соответственно. Физика это предел науки, условно говоря. Физика наука о природе, а кроме природы нет ничего, соответственно. А если что-то и есть, то это что-то на природу воздействовать не может. Вот это и есть естественное. То есть, по ту стороне то, что мы типа наблюдаемое, типа фиксируемое. Но здесь все догмы просто будут связаны. Дальше. Мир функционирует по одним и тем же законам на всех уровнях в любом месте и в любое время. То есть, законы природы на протяжении времени в пространстве не меняются. Соответственно. Если меняются, тогда большая часть научных методов просто опять же не работает. И без этого убеждения невозможно использовать науку даже методологически. Более того, наблюдаемый мир точно не является, например, иллюзией. Никакого рода, никакой симуляцией. Если является, опять наука не работает, печально. Еще одна догма. Мир является принципиально измеримым. И последняя догма. То, что существует, может быть обнаружено прямо или косвенно с помощью, ну, либо органов чувств, либо технологий. Все это догмы, которые невозможно доказать, которые берутся просто потому, что так удобно. Ну, просто потому, что без этого не будет научного исследования. Просто потому, что, ну, вот, ученые решили все на это поставить. Как бы, знаете, all in просто берем и all in делаем ставку. Не и global. Есть физические теории, которые просто усматривают более фундаментальные законы физики, чем те, что фиксируются. И эти законы, правда, уже меняться не будут, соответственно. Тут иерархия законов может на это все повлиять. А сверхъестественное, тупо бог. Хуяк и все. Нет. Нет, Никита, наука не работает, если все вокруг иллюзии. Наука не работает, если все вокруг иллюзии. Что вот это, например? То, что переменная скорость света. Согласно концепции переменной скорости света считается, что скорость света в вакууме обычно, да-да-да-да-да, ну и что? Что это такое? Что это такое? Это не про законы природы, это про скорость света, во-первых. Ну и на движение скорости света могут влиять разные законы, более фундаментальные и неизменные. А нестабильность законов природы, это, по сути, ожидается про чудо, скорее, да. То, что может произойти какое-то чудо, которое так бац, и вдруг появились там динозавры, например. Там чудо такое хуяк такое неожиданно. И вдруг там метеорит упал. Там еще одно чудо произошло. И живые виды там изменились. Не с помощью естественного процесса эволюции, а с помощью хуяк-чуда какого-нибудь. Интересно задать риторический вопрос тем, кто приводит подобный аргумент. Если... Нет, если мы отрицаем логику, наука никак с иллюзией непонятно, как она будет связана. Одно и другого не следует. Появится надежное исследование о том, что изучение теологии спасло... Нет, и головал чудо, это буквально нарушение законов природы. Это то, чего не может произойти в естественном мире. Все. Нет, наука это то, что строит теории с помощью определенных методов, которые должны работать в рамках естественного мира. Понимаете в чем дело? Если мир является иллюзией, какой-нибудь симуляцией, симуляцией можно включить вообще с любого момента. Может симуляция сто лет назад была включена. А наука исследует то, что было миллиарды лет назад, миллионы лет назад. Она исследует то, чего никогда не было в таком случае. И так далее, так далее, так далее. Наука... Вы можете сказать, что она изучает иллюзию только в том смысле, что она смотрит на феномены. Привет, Цунады. Только в таком случае не только наука смотрит на феномены, а все философы, все мыслители, все религиозные люди, все наблюдают феномены вокруг нас. И все могли бы заниматься наблюдениями и экспериментами. И все еще, все вот это, вот сам эксперимент сам по себе, наблюдение само по себе, опыт сам по себе, это еще не наука. И даже не близко она. Понимаете в чем дело, Никит? Для того, чтобы была наука, должно совпасть определенное множество. С одной стороны, методов теоретических, с другой стороны, эмпирических, математических. И только тогда будет наука. Хотел бы я на это посмотреть? Нет, Джон Дой, наука не может изучать симуляцию, потому что симуляция неестественна. И соответственно, тогда главная догма, на которой наука базируется, она будет ни о чем. Ставь лайк, если бы сделал Александру Панчину прививку по методике уринотерапевта. Итак, что мы видим? Панчин предлагает нам два исследования, которые свидетельствуют о том, что среди православных христиан в нашей стране доля людей, верящих в мракобесие и шизотерику, в целом больше, чем среди атеистов. Ну что ж, на самом деле такая проблема в православной среде действительно есть. Более того, если бы он привел исследование, например, из 80-х, то результаты там были бы совершенно шокирующими. Но тем не менее, у нас есть два исследования. Первое, кстати говоря, довольно сомнительно, поскольку из результатов, за которые могли проголосовать респонденты, там есть восточная мудрость, переселение душ, ну если что, это... Верю в НЛО. Да, христиане верят в НЛО, охуенно. Кстати, интересно, а может ли христианин верить в НЛО? Какой смысл для христианина в этом? Вы просто задумайтесь, да? Наш мир, по большей части, в рамках христианства создан для человека. Мир антропологический. Ну, скорее, в большинстве трактовок это звучит как-то так. Так, с какого хуя христианин будет верить в НЛО? Как христианство способствует вере в НЛО, интересно. Верю в астрологию. Астрология противоречит христианству. Верю в телепатию. Ну, не противоречит, но это скорее чудо будет. Верю в экстрасенсов. Ну, христианин может верить в экстрасенсов, но просто он их, наверное, сжигать будет. Верю в переселение душ. Они индусов опрашивали тоже, ну, то есть они под понятием верующие в Бога, с больших букв, они имеют в виду Вишну, Шиву, в том числе, наверное, да? Ну, просто христианин не может верить в переселение душ. Восточная мудрость играет роль в моей жизни. И чё? А чё плохого восточной мудрости? Ну, ладно, окей. Прямо противоречит православному христианству. А во втором исследовании, кстати говоря, речь идёт о магии. Ну, там какая-то чепуха просто. Об экстрасенсорике. И здесь тоже не всё так однозначно, поскольку в богословской среде не существует однозначного ответа на то, существуют ли эти явления в природе в принципе. А в исследовании говорится однозначно, что христиане могут в это верить. Возможно, и не могут. Экстренное включение. Вот церковь просто агрессивно к колдунам относится, так что, ну, они могут верить в колдунов, но сами не будут колдунами христиане. Я только сейчас заметил, что второе исследование, на которое ссылается Панчин, может быть тем самым исследованием из категории «Мы исследовали влияние фактора А на фактор Б, а в итоге оказалось, что на фактор Б наибольшим образом влияет». Не, ну, может быть, но тогда исследование хуёвое тоже. Исследование от этого страдает. Ну, да ладно, просто рандомных людей, которые себя крестьянами... Это вообще фактор С. Конкретно в этом случае для каждой группы респондентов здесь описывается уровень их образования. И оказывается, что церковлённые респонденты по Ярославской области — это наименее образованные люди. У многих даже не достаёт полного среднего образования. А вот как раз-таки атеисты — это наиболее образованная группа. Так, возможно, дело вообще не в религиозной принадлежности. Но не это важно. Вот у нас есть эти два исследования, между которыми сложно проследить какую-то динамику, поскольку они исследуют несколько разные вещи и в несколько разном контексте, с несколько разным... Ну, как же ты не проследил динамику? Ну, там понятно, что... Главный тезис всех двух исследований заключается в том, что верующие тупые... Там прям буквально, видимо, это научно так и было написано. Верующие тупые тезис. Да, вот доказательства. ...приёмами сбора данных и так далее. Ну, вот у нас есть эти две статистики. О чём они говорят? И уж тем более, о чём они говорят в контексте теологии? Да, на самом деле ни о чём. Я бы, кстати, не сказал Цунадо, что с точки зрения христианства магия реально существует. Вот в исламе, с точки зрения ислама, магия реально существует, потому что есть определённые мифы, которые подтверждаются разными, более-менее значимыми источниками. Который связан с джинами, хуинами и прочими замечательными людьми. Приветствую, Леон, рад видеть. А вот в христианстве там по-разному можно всё это разворачивать. Христианин, в принципе, может считать, что никакой магии нет. Но есть только бог и есть его всемогущество, а магии не существует. Ну, или магия дьявола, или ещё чё-то там. Да, может быть. Тут просто несколько разных трактовок, скорее всего, может иметься. По сути, Панчин здесь предлагает бороться с теологией только потому, что существует религиозная мракобесия, с которым оно борется. А то, что оно с ним борется, это, мне кажется, совершенно бессмысленно даже обсуждать. Не знаю, отправляю вас на канал там какого-нибудь отца Георгия Максимова. Отличный пример теологической публицистики, которая направлена против там всего подряд от ковид-диссидентства до ведьмовства. И, собственно говоря, зачем Панчин борется со своими союзниками? Он борется с ними только потому, что они борются с мракобесием с другой перспективой. Очень странный аргумент. Вообще кринжово бороться с мракобесием. Ближе к концу Панчин, какие все вокруг светоносные. Все вокруг вдруг на стороне света остались, да? И все борются. Все борются, в общем. Такие крутые просто. Кстати говоря, еще расщедрился на такую классическую панчинскую аналогию, как всегда некорректную, и претензию в духе того, что вот, мол, если теологу покажут, что проведение исследований в области теологии ведет к усугублению пропасти мракобействия, вот выступит ли этот теолог? Вижу ли он, вижу. В иудаизме запрет не столь на магию, сколько на попытке взять природу в руки человека, бывает. За закрытие кафедр теологии. Ну что ж, господин биохимик, на вашей кафедре проводят... Такая-то хуйня врубилась, бывает. ...исследования, которые косвенно приводят к разработке новых наркотиков. Ну что, кафедру-то вашу? Когда будем закрывать? Все, блядь, случайно, идите на хуй. Это было случайно. Ну и что? Думали, что мы на этом закончим? Вы думали, что раз уж мы разобрали все пять аргументов Панчина, то у нас уже больше нет ничего, с чем можно поспорить? Да нет, Александр Панчин снабдил свою статью тремя дополнительными замечаниями. О! Каждая из которых также неплохо бы удостоить небольшим количеством внимания. Итак, первое дополнение. В России по закону религия отделена от государства, но если ты богослов, а теология признанная государством наука, то ты можешь получить государственные гранты, открывать теологические институты, иными словами, вести проповедь за счет налогоплательщиков и атеистов, и верующих. И будет у нас святая вода... А если я антисиентист, то какого хуя я плачу налоги на науку? Может быть, науку перестанем финансировать за счет антисиентистов? Я тоже законопослушный налогоплательщик, и мне очень грустно, что мои деньги идут на ебаную науку, короче. Что надо знать перед прочтением, что это очень ебнутый и тяжелый текст, Леон? Я желаю вам удачи, крепитесь. Да, и правильная молитва вместо инноваций и фундаментальных исследований. Так что не удивляйтесь увеличению бюджета на науку в будущем. Будем знать, куда пойдут наши деньги. В смысле, вы смеетесь, блядь, какого хуя? Какого хуя мы науку финансируем? Я антисиентист вообще. Мои деньги, деньги налогоплательщика идут на ебаную науку. А я против нее борюсь, по сути. Какого хуя? Что за бред? Это вообще как? Как такое может быть? Одну копейку в месяц она на науку идет из моего счета. Даже, наверное, меньше копейки. Я, блядь, против. Я против. Я очень против. Ну, типа того, что надо, типа того. Ну, чувак, он такую аргументацию употребляет, этот панчин ебаный. Что вы хотите? О, господи! 200 миллионов рублей идут на гранты ебаной теологии. О, боже мой! Мы, налогоплательщики, платим меньше одной копейки на теологию. Ну, охуеть. Это дополнение панчина, между прочим, свидетельствует уже не о философских, научных или других взглядах панчина, а о конкретно политической доктрине, которую имеет за собой научпопер. И, кстати, не только он. Вчитайтесь. Он говорит, что ведь средства, которые государство бросает на участие в религии, пойдут лишь на пользу верующих, а ведь в стране существуют еще и атеисты. С точки зрения... Да, ведь деньги, пущенные на науку, пойдут на пользу сайентизма. Какого хуя я, антисайентист, плачу налоги на ебаный сайентизм? Что, блядь? Что нахуй? Как это работает? Ужасно. Согласен с панчином, надо срочно перестать финансировать теологию и науку в целом, потому что... Ну, какого хуя? У нас же разные люди бывают, соответственно. Вот у нас есть атеисты, да, у нас есть верующие, у нас есть сайентисты, у нас есть антисайентисты. Ну, вот, соответственно, да, если есть какие-то люди, которые платят налоги, то, наверное, надо сделать все таким образом, надо сделать таким образом, чтобы никто не платил налоги на то, на что он не хочет. Соответственно, я не хочу платить налоги на науку, как панчин не хочет платить налог на теологию. Значит... Значит, да, мы должны перестать финансировать науку, по крайней мере, тем образом, каким мы это делаем сейчас. Ну, это не то, чтобы мое... Это мое ироничное предложение, конечно, но я здесь просто копирую аргумент панчина просто немножко в другом русле. Я воспроизвел полностью его форму и предоставил вам его в другом виде немножко. Не хотелось бы защищать демократию, но здесь придется стать адвокатом дьявола, тем более, что панчин-то демократию, скорее всего, бы защитил. Итак, что мы имеем? Страна, в которой 80% называют себя православными христианами. Ну, предположим, из них далеко не все таковыми являются, но, тем не менее, с демократической точки зрения, они представляют из себя большинство. И демократическое государство, чтобы оправдать свое название... Так это не только христиане, там еще и мусульмане есть. ...должна работать в интересах этого самого большинства. Конечно, меньшинство стоит уважать, однако именно что уважать, фокус с большинства на меньшинство смещаться не должен. Именно поэтому, по сути, государство, которое поддерживает религиозные взгляды демократического большинства, с точки зрения демократии, действует совершенно правильно. Более того, даже если бы православные христиане были бы меньшинством, как, например, в нашей стране им являются буддисты, мусульмане, представители других традиционных религий, так вот, даже в таком случае государство имело бы прямую обязанность принимать участие и в религиозной жизни этих своих граждан, поскольку и меньшинство тоже должно получать какие-то проценты от общих государственных средств, которые идут на общественные предприятия. Что в таком случае не нравится Александру Панчину, решительно непонятно. Здесь Александр Панчин показывает свое отношение к демократии. Большинство не имеет того права, которое оно... Никита пишет, вот слушай, ты один так-то антисиентист. Меня бесит, что мои налоги идут на науку, и я хочу, чтобы из-за меня все перестали платить науке. Все. Потому что я против. ...имеет по закону при демократии... ...потому что, видите ли, оно верит в неправильные вещи. И, кстати, в нашей стране так считает далеко не только один Александр Панчин. Что, второй такт? Такт. О, что ж такое теология? Что ж Панчин думает? Фуф, ну наконец-то Панчин расскажет нам про то, что же такое все-таки теология, а мы наконец-то закончим это уже до безбожие затянувшееся видео. Итак, что же мы видим в финальном аргументе? Панчин докапывается до цитаты профессора кафедры религиоведения Фридриха Овсиенко, Панчин докапывается до цитат из диссертации Павла Ханзинского, и докапывается еще до... Ну и его тоже типа ученый и типа антисоединитель. Цитат из свидетеля Филарета. Докапывается он без конкретного обозначения претензий, просто тыкает пальцем и смеется. Ну, видимо, его что-то очень смешит. Однако мы можем предположить, что на самом деле смысл этого акта глумления показать, что теология использует, в общем-то, ненаучный инструментарий и сама в этом признается. Итак, сейчас... Ну, наук, ну да, использует. В чем проблема? На экране вы видите цитаты из свидетеля Филарета. Дам вам немного времени на ознакомление. По установлению объективной божественности Писания устанавливаются и научные методы работы с ним, то есть правила его толкования. Последнее должно основываться на четырех предварительных условиях, из которых два, как бы земных, естественность и научность, и два небом данных, катехизические основы христианской веры и основанное на страхе Божьем глубокое представление о божественности священного Писания. Ну, автор канала, он хороший, я ему второй раз лайк ставлю, у меня его разборы, в принципе, нормально. Нет, есть что добавить всегда, ну, почти всегда, в любых видео, в том числе в моих видео, всегда есть что добавить. Автор хороший. Примечательно, что Панчин докапывается именно до тех цитат, где речь идет как раз о разграничении... Вот, кстати, ребят, смотрите, смотрите. Я антисоентист, Дугин антисоентист, кстати. Ну, Стерлингов антисоентист. Вот этот чувак, непонятно, антисоентист он или нет, кстати. Вот он вроде бы подъебывает в основном этих только научных покеров. Понимаете, в чем дело? Но парень грамотный, я замечу. Он вроде, кстати, и дугинист, но тут уже это немножко хрен знает, я уже забыл. А вот Дугин, он действительно антисоентист. Один из немногих людей, которых я прям тоже в чистом виде признаю антисоентистами. А вы сами знаете, что для меня, чтобы быть прозванным антисоентистом, надо, ну, пройти очень много разных, в общем-то, заборов. ...научного и божественного богословия. То есть, грубо говоря, о том, что богословие может существовать и как научная дисциплина, и как что-то, выходящее за ее рамки. Эти цитаты можно понимать, как некие ориентиры для этих двух видов теологии. Что тут не нравится Панчину, решительно непонятно. Я иду трактиров... Итак, наконец-то мы сделали это. Разбор статьи Панчина «Пять крестов на могилу теологии» окончен. Что мы почерпнули? Во-первых, спор велся сразу о двух вещах, при этом Панчин постоянно подменял одно другим. Спор о научности теологии и о том, есть ли теологии место в академии. Панчин, видимо, напирает на второе, то есть он пытается доказать, что теология не должна иметь место в академической среде. Кроме того, поскольку он имеет значительное влияние в комиссии РАН по борьбе с лженаукой, в этом можно видеть и его корыстный интерес. Спор о научности теологии как дисциплины? Ну, Поппер мне больше нравится. Кун интересен, но такой себе. Ну, потому что по Дугину наука это как раз что-то более широкое. Он все равно антисиентист. Он против естественных наук, понимаете, в чем делаться надо. Если человек сомневается, критикует, выступает против естественных наук, то есть он не верит в их данные, не верит в их теории, не верит в их метод, тогда человек является антисиентистом. А если начинается виляние жопой по типу там, не, ну естественные науки это хорошо и классно, но они ограничены, но есть еще и бог, там это все равно сиентизм. То есть человек пытается как бы совместить все достижения естественных наук с одной стороны и все достижения теологии с другой стороны, не замечая, что они противоречат друг другу. А Дугину просто похуй на ваши проклятые антисиентизмы. Сиентизмы, точнее. Похеру на вашу науку, ему похеру на ваши естественные исследования. Он в принципе признает, что это вообще все зря было начато. Конечно, тоже очень важен для него. Однако нарратив этой статьи скорее в том, что теологии нет. Нет, не ссылка на Василу, это ссылка на огромное количество христиан, которые являются сиентистами по совместительству. Должно быть в академической среде. Это дает нам право рассматривать эту статью как скорее идеологическую, чем просто публицистическую. Ну, подделано, не подделано, это даже не настолько важно, насколько эксперименты были подделаны. Важно то, что мы можем проводить нормальный эксперимент, абсолютно верить в его объективность, и все будет у нас как будто бы хорошо с виду, но на самом деле мы чего-то можем тотально не понимать, тотально чего-то недооценивать и так далее, так далее, так далее. Фото. Здесь Панчин говорит о том, как с его точки зрения должно быть устроено общество. Панчин предлагает нам свой взгляд на то, какое место материальная наука должна занимать в обществе, как часть его идеологии, и какое место в нем должна занимать религия. Продолжение следует...